Я руковожу отделом мобильных решений компании 1S Bittrex. И сегодня я, как обычно, на партнерских конференциях, сегодня я буду рассказывать про мобильные приложения, про нашу платформу и акцентирую внимание на том, зачем делать мобильные приложения и как делать мобильные приложения, кому вообще подходит делать мобильные приложения, каким бизнесом. Сразу скажу, что в моем докладе будет мало кода, будет такой легкий… Маркетинг. Продавать будешь чуть-чуть. Да, но зато следующие три доклада вам, собственно, покажутся не совсем легкие. Напомню, что все вопросы мы задаем в нашем мобильном приложении, опять же, сделанном на нашей платформе, Bittrex.conf называется, и мы после доклада будем отвечать на эти вопросы. А у тебя митинг-поинт есть? Нет. Но я думаю, тебя все равно можно будет поймать и задать тебе парочку вопросов. Да, наверное. Это я, руководитель мобильных решений нашей компании. Итак, первый вопрос. Зачем делать мобильное приложение? Ну, наверное, в принципе, ни для кого не секрет, что мобильные приложения, смартфоны, мобайл, в принципе, он уже везде. Он вокруг нас. И в принципе, доказывать и говорить о том, что это не так, это бессмысленно. Но я все-таки вам приведу какие-то определенные факты, которые эту картину нам ярко покажут. Итак, количество мобильных устройств уже давно превышает количество десктопных устройств. Мобильный трафик уже давно, еще в 2013 году, на рубеже 2013-2014 годов, перевалил за 50%. То есть мобильная аудитория – это 50% практически. Развитие 3G, 4G сетей также способствует увеличению мобильной аудитории. Устройства на любой вкус стали доступны уже давно по приемлемым ценам, потому что рынок устройств перенасыщен, ритейлеры понижают цены. Любой может приобрести устройство, которое полностью его устраивает с быстрым интернетом, последними фичами и так далее. Ну и, конечно, у вас, наверное, у всех есть какой-то знакомый, какой-нибудь друг, у которого… У меня есть. Да, наверное. Есть друг, у которого есть кнопочный телефон Nokia. Он гордится, у него нет Facebook, у него нет Instagram. Ну, есть такие люди. Но есть, они существуют. А вот по исследованию компании Cisco, наверное, известная компания, все знают, к 2020 году ваш друг, скорее всего, приобретет современный смартфон и также присоединится неизбежно к мобильной аудитории. Несколько цифр. Они тоже гуляют по интернету, все знают. Мы почти по 3 часа в день сидим в приложениях мобильных, потому что 90% времени мы именно проводим в приложениях. 3 часа в день. И 90%, опять же, это 5-7 приложений. Ну и, конечно, это Facebook, какие-то ВКонтакты, социальные сети, мессенджеры и другие приложения. Это не означает, что мы, в принципе, пользуемся 5-ми приложениями. Просто некоторыми приложениями мы пользуемся не каждый день. Например, навигаторами или какими-то другими. Приложения TripAdvisor, когда мы путешествуем, мы только тогда им пользуемся. Но пользуемся с определенной периодичностью. Или заказываем пиццу раз в неделю. Раз в неделю пользуемся. Следующие цифры по платформам. Опять же, ничего нового. У нас Android впереди всех. 69% до сих пор растет. 19% это iOS-платформа. Вот эти 12% подозревают как раз-таки Windows Phone. К сожалению, 12% это не Windows Phone. Процентов сейчас у Windows Phone, наверное, 1,8. По сравнению с прошлым годом, где-то на полпроцента распространенность этой платформы упала. Поэтому я даже не включил, в принципе, в рейтинг. Да, коллеги. Нас постоянно, кстати, спрашивают относительно нашего приложения Bitrix24, почему вы не делаете его для Windows Phone. Вот поэтому. Очень маленькая доля. И она падает. Она просто падает. Мы не раз говорили на конференциях, что политика компании Microsoft в отношении своего мобильного направления, она очень неоднозначная, непредсказуемая. Но, в принципе, в этом году мы увидели, что Microsoft сделал очередной ход конем и сдал в аренду свое мобильное подразделение. И всех сотрудников, связанных с этим подразделением, он просто распустил. Поэтому пока от Microsoft и его платформы нам нечего ждать. Пока, по крайней мере, в ближайшее время. То есть ты даже не рекомендуешь не связываться? Я ничего не буду рекомендовать. Я просто оперирую фактами. Пока нечего ждать. Итак, естественно, аудитория большая, везде мобайл. У каждого бизнесмена, у каждого владельца бизнеса, естественно, встает вопрос. Как захватить эту аудиторию? Как отхватить этот кусок? Он же большой, он растет. Соответственно, у вас есть сайт, и вы хотите привлечь аудиторию с помощью какого-то ресурса. У вас остается вопрос, что сделать? Сайт с адаптивным дизайном, приложение, опять же. Или сделать мобильный сайт. Это отдельный сайт с мобильным шаблоном. Но я думаю, что, в принципе, мобильный сайт уже не стоит делать, потому что, как минимум, два сайта – это дороже, чем один. Лучше сделать, наверное, адаптивный дизайн. И поэтому я сейчас акцентирую внимание, почему, как отличается мобильное приложение и адаптивный сайт с адаптивным шаблоном. Вообще у нас тема этого доклада возникла еще на этапе обсуждения, когда мы выбирали вообще тематики доклада. То есть мы с Женей спорили, что лучше – адаптивный сайт или мобильное приложение. То есть у нас это была, в общем, такая полезная дискуссия. Да, и в итоге мы, конечно же, пришли с поводу, что, в принципе, сравнивать не нужно, честно говоря. Потому что эти два решения, в принципе, пересекаются только тем, что и на адаптивный сайт, и в приложение люди приходят через смартфоны, через мобильный интернет. Но давайте сейчас рассмотрим конкретные преимущества адаптива перед мобильным приложением и преимущества приложения перед адаптивом. Итак, адаптив – это дешево относительно мобильного приложения. Трафика там в два раза больше. Больше пользователей приходит на ваш адаптивный сайт. Больше аудитория. Кроссплатформенность. Ну, я взял это в кавычки, потому что на всех смартфонах есть браузер, и, соответственно, везде ваше решение будет работать 100%. Поиск. Контент можно найти через поисковики в вашем приложении, то есть в вашем адаптивном сайте. Вбил запрос, выдалась ссылка, пользователь попадает на ваш сайт с адаптивной версткой. Легко обновлять, легко разрабатывать. То есть известные инструменты, PHP, JavaScript, все вы знаете. Все делается просто. И, в принципе, будем уже, наверное, честны. Сейчас адаптив – это уже must-have, потому что тот же Google понижает в своем ранжировании, в поисковой выдаче те сайты, которые не подходят под его требования в плане вот этой мобильности, мобильной верстки. У него есть даже инструменты по оценке таких сайтов. И, в принципе, адаптив нужно 100% делать. Вы делаете сайт, значит, делаете адаптив. Еще больше вопрос. Делать ли мобильное приложение? Мобильное приложение обладает совершенно другими задачами, точнее, решает другие задачи. У него есть совершенно другие преимущества. Это персонализация и контакт с брендом. Это банальная иконка на рабочем столе пользователя в его смартфоне. То есть он постоянно ее видит, постоянно пытается кликнуть туда. То есть если у него вообще, в принципе, эта иконка там есть, значит, для чего это ему нужно? Ну, или он это удалит. Но, тем не менее, какой-то контакт есть. Несомненно, скорость. Скорость мобильного приложения выше скорости адаптивного сайта. Потому что JavaScript медленнее, 100%. И поэтому скорость выше именно приложения. Другой юзер-экспириенс. Более, скажем так, богатый юзер-экспириенс. Польский опыт. Это означает, что мы, делая мобильное приложение, предоставляем пользователю совсем другие интерфейсы. То есть, точнее, не другие, а те знакомые интерфейсы системы, операционные системы Android, iOS. И даем, в принципе, ему другие какие-то ощущения. Это совсем другие ощущения. Это вот такой большой плюс, на мой взгляд. Сложно сейчас много говорить об этом, но, в принципе, это известное понятие. Пуш-уведомление. Универсальный способ взаимодействия с клиентом. То есть вы можете какую-то информацию ему отправить, он ее получит. Он может кликнуть. Например, вы отправили в свой магазин, у него скидка 30% на какие-то товары. Он кликнул. Вы можете этого клиента зафиксировать и делать какие-то выводы. Взаимодействие с другими приложениями. Если вы делали вдруг какое-то хранилище документов, допустим. Это пример. И вам нужна функция редактирования. Многие приложения уже умеют это делать. И вы можете взаимодействовать с этим приложением, передавать ему документы. То приложение редактирует документы, возвращает его обратно. Это как пример. Если вам такие функции нужны, приложение обладает такими возможностями. Итак, два аспекта. Я говорил про мобильный трафик. Он в два раза больше в адаптиве, в два раза больше, чем в приложении. Но вопрос в качестве этого трафика. Пользователь уникальных больше. Это первый график. Посмотрите. Пользователь уникальных больше на адаптиве. Но больше действий совершается именно в мобильном приложении. Если вы идете, например, в метро в Москве. И видите, что пользователь сидит постоянно в телефонах. Он, скорее всего, сидит не на сайте. Он сидит в каком-то приложении. Он совершает там очень много действий. В соцсетях? Ну, возможно. В соцсетях. Может быть, у него какое-то другое приложение. Какой-то клуб. Разный по интересам. Что угодно. Но пользователь больше действий совершает именно в приложении. Уникальных действий. Это преимущество. Адаптив, как я уже сказал, обладает огромным преимуществом. Это поиск. То есть в Google можно найти контент из приложения. Из адаптива. Из адаптивного сайта. Но приложения сейчас есть такая тенденция. Вендоры операционных систем Google и компания Apple пытаются стереть эту грань и пытаются разрабатывать такие технологии, которые позволят вам искать контент в приложениях. Это новая технология Android Instant Apps, которая, по-моему, будет выпущена в течение этого лета. Я сейчас расскажу, как она работает. У меня есть демонстрация. Это вот первый экранчик на Android. Google сможет индексировать контент в ваших приложениях и выдавать его в обыкновенной поисковой выдаче в браузере. Давайте посмотрим, как это работает. Вы просто пишите запрос. В данном случае это камера. Выдается поисковая выдача Google. И просто кликается какая-то ссылка. Автоматически в вашем приложении открывается какое-то приложение. То есть на экране вы видите какое-то приложение, которое вы даже не устанавливали. Google разработал такую технологию, которая скоро будет доступна. Вы можете адаптировать свое приложение под эту технологию. И фактически в плане поиска именно через Google пока ваше приложение не будет отличаться от сайта с адаптивной версткой. Технология iOS Spotlight, наверное, много вообще у людей, у кого сейчас телефоны с Apple. Поднимите руку. Много, да? С Android даже не буду спрашивать, потому что я знаю статистику. А Windows Phone есть кто-нибудь? Три человека. А вы довольны? Подойдите потом, мы с вами пообщаемся. А с кнопками есть у кого-нибудь телефончик? Как основной? Хорошо. Мы отвлеклись. Про Apple. В iOS есть локальный поиск. Вниз потянул, что-то начал искать. Там приложение или что-то в этом роде. Теперь компания Apple может выдавать там контент из вашего приложения. Если вы поставили, допустим, приложение пиццы, пицца-суши на свой телефон, вы можете накормить этот поиск локальным своим контентом. Соответственно, если он зайдет и начнет искать там слово пицца, вы сразу можете ему меню выдать. То есть это обыкновенный кейс. В данном случае я… Из своего приложения. Из своего приложения, да. Вы можете накормить этот поиск. Он будет спрашивать, что у вас есть по этому запросу, то есть поиск iOS. И вы будете говорить, у меня есть три пиццы или суши или что-то в этом роде. Вообще, коллеги, очень интересная тенденция. Дело в том, что, по-моему, уже где-то полгода или год такой тренд, что перестали ставить апы. Вот я… Вчера мы прогоняли презентацию, я подумал, что действительно… Это опять же называется перенасыщение рынка. Я поставил последний ап позавчера, вот этот вот, Bittrex.conf. А кто последний раз ставил апы, скажем, на этой неделе? Интересный тренд. Интересный. Поисковики поддерживают развитие апов. Поисковикам, не поисковикам, а компаниям Google. Совершенно верно. Google, да. Точнее, компания Alphabet, допустим, Alphabet. Стоит думать, что все-таки iOS как-то тоже повернется, да, и что-то… Да, но дело в том, что тренд этот такой двоякий. То есть, в принципе, рынок перенасыщен, новых приложений по функционалу не появляется. Тут уже идет передел. То есть, если есть какие-то там энное количество, опять же, приложений, которые предоставляют доставку пиццы, вам придется быть лучшим приложением, чтобы вас выбрали. То есть, естественно, его нужно продвигать, естественно, нужно, например, на региональном уровне или что-то в этом роде. Вам просто нужно быть лучше конкурентов. Итак, мы разобрались, что у нас есть какие-то преимущества мобильного приложения. И давайте решать, для чего вообще… Можем ли сделать приложение для вашего бизнеса? Подходит ли оно? В каком случае нужно делать мобильное приложение? Опять же, тот же богатый юзер-экспириенс. То есть, мобильными приложениями пользоваться приятнее, чем с сайтами с адаптивной версткой. Дать совершенно другие ощущения. Если вам необходимо чаще взаимодействовать с пользователями, это то самое большое количество уникальных действий в приложении. То есть, это повторные заказы. Какие-то там, в принципе, использование функций вашего сервиса и все такое. То есть, если вам постоянно нужно взаимодействовать с пользователем, вам нужно делать мобильное приложение. И опять же, не каждый бизнес подходит под это. Если, допустим, вот у меня есть кричащая картинка. Это, кстати, да, это реальное приложение. Партнеры, вот мы когда общались с партнером не так давно. Кстати, может быть, здесь есть эти партнеры? Да. Мы разработали приложение по продаже кирпичей. То есть, через App Store продавали кирпичи. Не пошел бизнес у них? Не пошел. Не пошел бизнес, действительно. Да. Ребята, мне кажется, все знают, что приложения нужны. Вы расскажите. Давайте про микрофон. Слушайте, мне кажется, многие ожидают, что здесь вы сейчас расскажете, как мой интернет-магазин запараллелить с битриксом, мобильным приложением, и все такое. Я сюда пришел или нет? Это у меня будет дальше. А все знают, зачем они нужны приложения. А вот не всегда. Согласен. Давайте. Давайте. В документации все написано. Документация вся есть. По этому поводу. Хорошо. Хорошо. Нет. Я просто… Это водная часть такая большая, скажем так. Сервис. Допустим, вы знаете, для чего нужно мобильное приложение. Хорошо. Это же дорого? Дорого. Потому что нужно много разработчиков. Это Android разработчик, iOS разработчик. Это дорого поддерживать. И мы исходили из этого, когда разрабатывали свою платформу Bittrex Mobile. Мы хотели сделать так, чтобы вам, партнерам, было легче сделать мобильное приложение, и чтобы вы это делали так же, как делаете то, что вы делаете обычно. Вы делаете сайты. Соответственно, мы исходили из такой концепции. Приложение – это сайт. И сделать так, чтобы вы пользовались теми же самыми инструментами, делая мобильное приложение. Итак, наша платформа, один из Bittrex, мобильное приложение, существует давно. Довольно-таки давно. И хотелось бы узнать, кто-нибудь пробовал разрабатывать мобильное приложение на этой платформе. Пробовали. Довольно мало рук. То есть, я так понимаю, а кто вообще слышал, в принципе? Не в первый раз вообще слышит про это. Отлично. Наша мобильная платформа позволяет вам, используя те же самые инструменты, что вы используете при создании сайта, создавать мобильное приложение. Это PHP, JavaScript и HTML. Наша платформа позволяет вам создавать кроссплатформенные мобильные приложения. То есть, это будет работать одновременно и на iOS, и на Android. И пишете вы это только один раз на две платформы. Низкая стоимость разработки. Ну, это веб. То есть, не нужно нанимать отдельных разработчиков, которые знают нас канально платформы iOS и Android. Масштабируемость. Вы можете нанять кучу разработчиков. Они могут делать одно и то же приложение. Несколько частей этого приложения. Это то же самое, как сайт. И вы еще можете работать с нативными мобильными интерфейсами, которые присущи конкретной системе iOS или Android. Наш API это позволяет. У нас есть специальный стек технологий. А давайте я покажу, как это работает, если кто не знает. Мы просто пишем определенный JavaScript код и моментально в нашем приложении для разработчиков получаем результат. Сейчас, в данный момент, я просто вывожу какую-то панель сверху, снизу. Вот видите, я пишу комментарий. Это простой пример. У нас таких примеров куча. Как вы можете показать камеру, сканер штрих-кодов, используя простой API браузера, который мы разработали. Все это есть в документации. Более того, все это визуализировано. Вы можете посмотреть код и увидеть сразу видеорезультат, как это будет работать. Потом эти интерфейсы вы можете применять в своем приложении. Как я говорил, у нас есть определенная архитектура нашего приложения. Кто-нибудь слышал про Cardovo, наверное, знает, что это такое. Мы примерно используем ту же самую технологию, но у нас есть свой слой, который уникальный, то есть отличается от Cardovo. Это те самые заработки с Bittrex, то те самые мобильные интерфейсы нативные, которых нет в обыкновенной Cardovo. Это JavaScript API плюс Native. Давайте попозже, коллеги, сначала. Давайте, Женя, дадим выступить, а потом вопрос. Это специальный конструктор, который есть в каждой редакции Bittrex управления сайтом. Вы просто настраиваете, нажимаете там создать приложение, настраиваете его цвет, как он будет запускаться, режимы запуска, файлы оффлайн. Сразу же подключаетесь с помощью мобильного приложения, бесплатного для разработки. Его можно скачать в App Store и Google Play. И сразу же видите результат, как ваше приложение будет выглядеть. Вы можете просто бесплатно его взять и разработать, не покупая лицензии. Лицензия нужна для того, чтобы это приложение просто выпустить. Вы разрабатываете полностью всю бизнес-логику, дизайн. У вас готовое приложение. Вам оно нравится, как оно выглядит через приложение для разработчиков. Вы просто составляете заявку на наш сайт, указываете ключ, который предварительно вы купили, лицензия. И мы выпускаем за вас это приложение в Google Play и App Store. Главное преимущество в данном случае, если мы один раз его выпустим, вы можете менять на сайте у себя свой контент. Допустим, в инфоблок какой-то каталог. Можете менять дизайн. И все это автоматически появляется у пользователя на экране. Не надо перевыпускать мобильное приложение. Его можно перевыпускать только в крайних случаях. Исправление ошибок, или мы выпустили какие-то новые фичи, исправили какие-то баги, и вы перевыпускаете приложение. Но в основном, для основных кейсов, вам просто нужно поменять так же, как вы меняете сайт. То же самое. Итак, что мы сделали, в принципе, разработав эту технологию? Мы перенесли некоторые особенности сайта, преимущество сайта, в наше мобильное приложение. Это низкая стоимость, кроссплатформенность, легкость обновления и легкость разработки. Другой термин. Приложение – это не сайт. То есть есть какое-то противоречие. Я хочу сейчас раскрыть, что это значит. Просто, когда вы разрабатываете мобильное приложение, там совсем другой мир. Там нет вкладок в браузере. То есть пользователь не сможет перезагрузить страницу. Просто он не сможет. То есть нет такого. Вам нужно дать пользователю понять, что его любят. Когда он нажимает на кнопочку, должно что-то происходить, что-то мигать. И все это должно быть красиво, динамично. Все это должно быть интерактивно. На сайтах зачастую такого интерактива нет. Поэтому в мобильных приложениях это нужно делать. Иначе вас App Store не пропустит. В App Store есть специальный пункт, который является причиной Реджекта. Который гласит, что ваше приложение ничем не отличается от обыкновенного упакованного сайта. Поэтому мы вас не пускаем в App Store. И действительно, если они заподозрят, что вы взяли и просто адаптив упаковали в мобильное приложение, они вас просто не пропустят. Поэтому я сейчас не буду давать много советов. Дам просто направляющие. К тебе можно будет написать? Да, конечно. У тебя даже есть визитки. Есть визитки. Я напишу специальный раздел документации. У меня много накопилось, скажем так, рекомендаций по этому поводу. Первое. То есть разработчики знают. Не перезагружайте страницу приложения. Один раз вы ее загрузили, дальше все действия нужно производить только через AJAX. Загрузка данных через AJAX. PostForm тоже через AJAX обязательно. И если какие-то данные пришли, вам нужно перерисовать интерфейс. Не надо перезагружать страницу. Нужно ее обязательно отрисовать через JavaScript. Это будет выглядеть для пользователя, скажем так, user-friendly. Это будет выглядеть. Давайте посмотрим, в чем разница. Есть обыкновенная форма, логин и пароль я почу на сайт. Давайте посмотрим первый пример. Это у тебя приложение так работает? Я специально сделал задержку в 7 секунд. В 7 секунд. То есть пользователь будет видеть вот этот экранчик, загрузка. А если у вас какой-то AJAX, компризный мобильный интернет, он будет это видеть еще больше. Он не будет видеть какого-то процесса. Он просто увидит загрузку. Он может вообще забыть, что он нажал. Второй пример. Довольно просто. Вы ему показываете лоудинг. Это просто элементарно. Если что-то произошло, пришла ошибка или успешный результат авторизации, вы показываете ему какое-то сообщение. Можете перерисовать страницу или перерисовать на какую-то другую страницу. И он окажется там, где ему нужно. Итак, второй пример. У нас есть в нашей платформе специальные инструменты для навигации. Вы, наверное, знаете, когда вы, например, в приложении под iOS просто переходите по страницам, потом пальцем так сдвигаете назад. Это удобная штука. Но наши разработчики, которые делают мобильные приложения, часто игнорируют этот момент. И они пытаются использовать те навыки, которые они приобрели в принципе при разработке сайтов и делают точно так же. Давайте первый пример посмотрим. Я пытаюсь переходить по страницам. Перезагрузилась страница. Вторая. Третья. То есть я перехожу по страницам, но не могу вернуться назад. Очевидно. Я нахожусь там же. Я просто перезагружаю текущую страницу. Так разработчики наши делают. И второй пример. Используем нашу навигацию. Я перехожу по страницам. А теперь очень просто возвращаюсь назад. Это стандартное поведение операционной системы iOS. Это мы предоставляем нашим клиентам, партнерам, этот API, чтобы вы его использовали и чтобы ваши приложения выглядели так, как нужно. В документации все это есть. Кэшируйте все, что угодно. Все, что можно. Вообще абсолютно все. Есть технологии в браузере. Это Local Storage, IndexedDB, SQLite. И у нас есть технология. Я ее представлял на прошлой партнерской конференции. В документации есть большой раздел по поводу создания именно офлайн мобильных приложений. То есть вы можете использовать простой HTML страниц какие-то, CSS, и все это будет офлайн. Ваше приложение будет запускаться без интернета. Вы можете загружать в свой сайт любые данные и показывать их на страницах. Автокомпозит будет? Автокомпозит? Ну, в принципе, если мой тезис приложения это сайт, он верен, он верен в нашем случае, то и автокомпозит туда можно прикрутить. Тогда все будет работать, как рассказывал Антон. Будьте осторожны с регистрацией. Видите, сколько полей? Очень много полей. Допустим, есть такие приложения, есть такой опыт. Вот мы собираем приложение. Когда есть, например, какой-нибудь доставка цветов, я запускаю приложение, регистрация поля. Пять полей. А я даже цветов этих не видел. Какие там есть. То есть я такое приложение, скорее всего, ну, я им не буду пользоваться. И более того, опять же, гайдлайн Apple говорят о том, что не запрашивайте регистрацию у пользователя, если вам это не нужно. Лучше запрашивать регистрацию только тогда, когда он совершает определенное действие, для которого требуется регистрация. Пускай он посмотрит, пускай он посмотрит ваше приложение, пускай оно понравится ему. Только тогда вы должны у него спросить какие-то данные. Причем данные нужно спрашивать не телефон. Ну, если он вам не нужен, то лучше его не спрашивать. e-mail то же самое. Apple вас обязательно спросит, когда будет проверять ваше приложение. Это забота о персональных данных. То есть это вот в эту сторону. Я думаю, пока все по советам. Эти советы я публикую в нашей документации. Их будет намного больше. Просто в формат я не могу уложиться, если буду больше говорить об этом. Итак, что у нас будет нового в платформе? У нас Bittrex 24. Кто-нибудь пользуется нашим приложением Bittrex 24? У кого-нибудь есть? Пользуйтесь, да? У нас приложение Bittrex 24 на той же платформе сделано. Много там примеров, как нужно правильно делать исходники. Разработчикам это будет очень полезно. У нас будет интеграция с новыми операционными системами. Это iOS 10, это видеозвонки. Шаринг файлов Bittrex диск. То есть вы можете зайти в какой-то Dropbox, там нажать расшарить. У вас появится иконочка Bittrex 24 и вы можете в любую папочку скинуть все это. Чат 2.0. Быстрый, современный чат. Точка. То есть у нас будет новая версия чата. Как отдельное приложение? Нет. Пока это будет внутри приложения Bittrex 24. Ну и, наверное, будет интересно тем, кто разрабатывает приложение для Bittrex 24. Это приложение 24. Теперь эти приложения можно адаптировать под мобилу. То есть это можно делать, просто сделать адаптив. И теперь такие приложения будут отображаться внутри приложения Bittrex 24. То есть не придется ничего дополнить. Ничего не нужно делать. Вы просто ставите галочку «Мое приложение адаптировано под мобильный, под мобильный Bittrex 24». И он появится в меню у каждого, кто установит ваше приложение. И об этом будет рассказывать Сергей Востриков. Я, если не ошибаюсь, в конгресс-холле «Потоки Bittrex 24 технологии». Там это будет рассказывать. И конкретно по платформе. Мы будем улучшать оффлайн-режим, реал-тайм-обновление оффлайн-файлов. Не нужно пересобирать приложения. Мы будем адаптировать под последние платформы. Это обязательно. Это Android 6, 7, который выйдет, iOS 10, который будет в сентябре. Новые кордово-совместимые плагины – это уведомления, работа с отпечатками пальцев для iOS. Это тоже будет все это включиться. Bluetooth уже есть. Давайте вместе поищем попозже. Хорошо. Вы мне нравитесь. Профессиональном плане. Возможность подключения фреймворков для аналитики. Это Яндекс, Фейсбук. Очень много просят. Мы также попытаемся сделать какое-то универсальное решение. Пока не сильно получается, но мы хотим для вас это сделать. Ну и поддержка авторизации через соцсети. Это запрос, который нам давно уже делают, но там опять же сложности есть. Мы попытаемся в платформе дать инструменты для того, чтобы в ваших приложениях такую авторизацию вы могли реализовать. Когда это будет в ближайшие релизы, то есть это будет осенний релиз, часть будет зимой. То есть это осень, зима. Вот так вот. По числам мы потом будем ориентироваться уже попозже, когда будем подбивать планы. Спасибо большое. Окей, спасибо, Женя. Вопросы. Давай тебе вопросы. А сколько приложений уже работает на нашей платформе? Можешь сказать? Работает. Мы собрали, по-моему, 260 приложений по обе платформы. 260. А вот расскажи путь с самого начала. Вот есть интернет-магазин, вот хотят приложения. С чего начать? Есть интернет-магазин. Хочу сделать приложение и управлять им из своего магазина. То есть и товары, и покупки, чтобы у меня в битриксе собирались, и все остальное. Так вот можно сделать? Управлять как клиент или как администратор магазина. Есть мобильное приложение у нас на нашей платформе, называется битрикс админ. Это мобильное приложение, оно уже давно есть. Вы можете… Нет, нет. Вот есть магазин, в нем сидит администратор. И заказы собирает и из магазина, и из приложения. Понимаете? Товары выгружают. Работает администратор с одним магазином, но и в приложении… А приложение и магазин, то есть сайт, получается, интернет-магазин, так ведь? Да, сайт интернет-магазин. Это будет одно и то же. У вас будет одна и та же база заказов на самом-то деле. Если вы будете создавать заказ в приложении, то тогда у вас этот заказ фактически создается на сайте. Его сразу администратор будет видеть. Я рекомендую вам поставить… Есть во всех редакциях, где есть магазин, есть решение. Называется… Оно так и называется мобильный интернет-магазин. Вы его устанавливаете, оно 100% есть. И там есть готовый шаблон, который вам позволит разобраться. То есть там все это есть. Пуши будут работать? Они работают. То есть не нужно ничего для этого делать, дополнительно настраивать? В документации есть раздел пуш-уведомления. Там написано, как сделать функционал пуш-уведомлений для вашего приложения. Окей. А какие-то доп-фреймворки можно использовать? Типа React? React в плане React Native или React.js? Там не написано? Не уточнили, к сожалению. Коллеги, уточните. Да, подойдите к Жене, уточните, пожалуйста. Если React.js, возможно, можно посмотреть. То есть я не пробовал. Надо посмотреть возможности мобильных браузеров. Если это работает на мобильных браузерах обыкновенных, то это будет работать в приложении. Ну вот последний вопрос, я даже предполагаю на него ответ. Будет ли работать с сайтом на другой CMS? Я подозреваю, что… Вообще все можно сделать. Мы же про Bittrex здесь, Женя. Мы же здесь все партнеры IT-сферы. Нет, не будет работать. Не будет работать, потому что… Ну, зачем вам все это нужно делать? Мы же работаем с Bittrex, а там уже все реализовано. Но все возможно. Вообще не работает.